В последнее время на рыболовных ресурсах очень горячо обсуждается одна такая проблема в связи с новым обсуждением проекта закона о любительском рыболовстве. И в частности это касается подводной охоты. Вот мы с Евгением проделали большую работу и один вечер посвятили для того, чтобы разобраться в этой проблеме. А чтобы было понятно, Вячеслав, надо, наверное, зрителям объяснить, что слухи все крутятся вокруг того, что якобы запрещение грядет подводной охоты. Ну такие слухи. И вокруг этого очень эмоциональные обсуждения. Но мы сегодня будем говорить именно то, что касается подводной охоты. Что мы сделали? Мы с сайта правительства Российской Федерации скачали эти документы. Да. Вот у меня в частности закон, федеральный закон Российской Федерации о любительском рыболовстве. Проект федерального закона Российской Федерации о любительском рыболовстве номер 200-303-6. А у меня поправки к проекту федерального закона номер 200-303-6. То есть это проект закона, а это поправки к этому проекту закона. И сейчас мы коснемся именно того, что будет запрещено. И в том числе узнаем про подводную охоту. Что же нам вот эти обсуждаемые поправки говорят? Что будет внесено. Евгений, вот давай в частности там, где запрещено, по-моему, это статья 9. Да, дорогие друзья, я зачитываю текст закона. И чтобы не было никаких там слухов или домыслов. Все имейте в виду. Это текст. Никакой политики, никаких обсуждений, рассуждений. Мы знакомимся с законом. Не с проектом закона. Закона и поправками к этому проекту. Да. Итак, статья номер 9. Ограничение любительского рыболовства. Вячеслав? Там много пунктов, но мы касаемо подводной охоты. Пункт у нас в части 3. Дополнить пунктом номер 3. А часть 3 это запрещается осуществление любительского рыболовства. Двоеточие. И вот этот пункт. Пункт номер 3. Внести пункт 3 штрих запрещается способом подводной охоты. Многоточие. Но тут сразу расшифровывается. В местах массового отдыха граждан. То бишь нельзя на пляжах, там где люди купаются, отдыхают. То есть заниматься подводной охотой там нельзя. По-моему все ясно и понятно. Да. В местах массового отдыха граждан. Далее. В темное время суток с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций. Некоторые браконьеры ездят ночью, лучат особенно осенью и острогой бьют рыбу. А подводная охота, она даже еще и больше похожа на браконьерство. Ну это вот чисто мое личное мнение. Я никому ничто не насаживаю, то есть ради бога. И когда подводный охотник ночью с фонарем заплывает в места ночевки рыбы где-то там в ямах, то есть я считаю, что это как бы не совсем честно, справедливо, то есть у рыбы нет абсолютно никаких шансов. Поэтому в данный момент мы видим, что в этом проекте в темное время суток с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций нельзя. Да, это запрещается, осуществление такого любительского рыболовства. Далее, вот здесь тоже интересный момент, мы особо на нем не будем останавливаться, но все-таки обозначим. Очень много споров по поводу того, что запретят электронные приборы, типа эхолоты и подводные там камеры. Ну, много слухов. Ребята, вот есть проект закона, вот есть поправки к этому проекту, читаем. С использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов при нахождении под водой. Ну, все понятно здесь. Это касается только подводных охотников. Нельзя использовать индивидуальные электронные средства обнаружения водных биоресурсов при нахождении под водой. При нахождении под водой здесь ключевая фраза. Правильно, то есть, как вы пользовались эхолотами, подводными камерами, так и пользуйтесь. Да. С использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов, ну, это, по-моему, и так было запрещено. Ну, многие об этом знали, но, тем не менее, сейчас вы слышите, что это в законе указано. Ну, не в законе, это еще в поправке. В поправке к закону указано, да. То есть, давайте будем пунктуальными, мы, конечно, не юристы, но все-таки читать-то мы умеем и разобраться в этих законах и поправках. Да. Далее. С применением устройств, в скобках, пистолетов и ружей для подводной охоты, в скобке закрываются, над поверхностью воды. То есть, с лодки вот так вот в воду стрелять нельзя. Ну, это, по-моему, тоже. Вот подводный объем. Ну, с лодки, с понтона. Ну, да. Не обязательно. Вот из воздуха в воду стрелять нельзя. Ну, в общем-то, то, что касается подводной охоты, мы с Евгением более ничего не нашли. Да и, в принципе, тут все понятно. Тут, именно тут это и указано. Да. Разъяснили, прочитали, рассказали. Будет обсуждение, будут какие-то изменения. Может быть, не будет никаких изменений. Но, ребята, давайте читать закон, поправки к закону, а потом уже создавать бучу. На форумах запретят их алоты и так далее. Ну, и, естественно, то есть, если честно, меня немножко радует, что все-таки вот этот вот способ подводной охоты сейчас меня подводники прям вообще... Ну, это их право, пусть подводники свое мнение выражают. А у нас у каждого есть право выражать собственное мнение. Ну, на мой взгляд, все-таки с фонарем под водой ночью. Ну, то есть, это как бы, ну, близко к браконьерству. А в местах массового отдыха людей бегать с этими... Ну, да, это вот опасно тоже. Так, кто-то плавает. Поэтому ничего здесь страшного нет, и, в принципе, все ясно и понятно. С вами был Егоров Вячеслав. И Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке. Увидимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин